МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Гомельской области. Высокородная миссия – допомогать людям и выротовывать житти. Напередо Дни дня медика наши корреспонденты познайомились с урачами и пациентами Брагинской районной больницы. В Украине начинается уступная кампания. Сегодня прошло первое централизованное тестирование по белорусской мове. А зараза об этом меньшим больше подробно. Одразу два новые министры, замена у кировництве МТЗ и новые особы у Совете Безпеки, Комитете Держконтролю и Умясцовой вертыкали Улады. Кадровый авторок сегодня у Палаца Незалежности. 12 человек зменили посады, а некоторые из них и Месцежихарства. У прайоритете жорсткость принятия решения, а лезь повагой до простых людей. Гэта тычится у всех назначенцев без выключения. Не отдаляться от белорусов, не бояться их проблем и прикласти максимум намаганий для их решения. Головное потребование кировника Державы. Так Юрию Караеву с сегодняшнего дня министру внутренних справ треба по-новому зернуть на работу милиции. Головное – справедливость решения. Вакантная министерская посада заставалася недолго. Нагадаем, попередник и равник МУС Игорь Шуневич сошел у отставку учора. Обновился Совет Безпеки. Намесником Держсекратара стал Александр Рахманов. Знову переедел в столицу помощник президента, инспектор Павитебской в области. Зараз Виталю Волку отказывает за развитие Минского тракторного завода. Головные меты – сучасная продукция, рентабельность вытворчасти и поширение экспорта. У Беларуси ця первый новый министр страхов и здоровья Валерия Малашку с этого дня изменил головный врач Минского городского клинического онкодиспансера Владимир Караник. У первых шагов, керавник ведомства займется выкоронением коррупционных прояв. Ну это же позор, когда снизу доверху повязаны этими взятками руководители учреждений и организаций, притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали, не будем называть фамилии, до сих пор ко мне ходят, просят уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения, все простите взятки, которые я взял, вернул в двойном размере, но надо простить. Я сижу и думаю, ну а как простить? Как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция это не для Беларуси. Прощения не будет никому. Ну немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели. Поэтому всех надо привести в чувство. И вы тоже это можете сделать. По выниках кадрового дня обновилась мясовая вертыкаль улады. Одразу некальки измен у Могилевским районе. Старшиней райвы Канкама узгодненный Олег Чыкида. Отказывать с развитию Ленинского района областного города зараз будет Алексей Багайчук. Депутат Сергей Зямчонок у парламенте ее наказывал за экономику, означалець Лезненский район. Им треба акцентовать свою увагу на развитие новых накерунков у сельской господарцы и выраблять запотребованную на рынку продукцию. Уважливо варта приглядеться до овечка гадоулей. Ранее на этом специализовались шматликие белорусские предприемства. И сегодня это вопрос не тратило актуальности. А у сего Украины каляк-чверти господарок до этого не могут выйти на рентабельную працу. Надо зарабатывать деньги. Нельзя рассчитывать на то, пронесет или дадут. Никуда не денутся. Никто никому, особенно этим 25% хромающих хозяйств, никто никому ничего не даст. Мы в принципе и без них сейчас можем обойтись. Нам достаточно для того, чтобы обеспечить себя и тот экспорт, который нам нужен. Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, ну пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо на местах, чтобы шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно. Поэтому серьезно надо думать о перспективах. Сеять, убирать, мужики, это уже 75-80% научились. А те, которые не делают это, не потому что они не умеют, они просто не хотят. Так само сегодня два новые назначенцы у комитета держконтролю. Обновился состав Могилевского и Брэнского областных комитетов. Подолженный термин полномодства у Илоны Лядницкой, члена правления Национального банка. Сегодня для проходжения плановых сборов военнообовязанных у Минск на Кированы 200 человек с Гомирской области. Это же хары Светлогорского и Октябрьского районов. Сборы будут проходить на базе Академии Министерства обороны. Кульминацией боевой и территичной подрихтовки станет в делу параде, який отбудется 3 липня в Минске. Дмитрий Котов с подробностями. Регистрация, выдача амуниции, а после шакания гульного схода. Военнообовязанные прибывают для проходжения плановых учебных сборов. Вселетняя особливость у местных проведения. Не на территории региона, как обычно, а на базе Академии Министерства обороны. На Кирову ли только ты, кто поспехово прошел медицинскую комиссию, а значит, нема проблем со здоровьем. Сирот военнообовязанных только же хары Светлогорского и Октябрьского районов. По итогам учебного года по Гомельской области, Светлогорский район и Октябрьский, потому что здесь объединенный военный комиссариат, стал лучшим в области. Поэтому, когда стал вопрос, согласно решению областполкома, у нас плановая сборы военнообязанных, было принято решение сформировать команду в количестве 200 человек. Нам выпала такая честь представлять Гомельскую область. Не Светлогорский район, а Гомельскую область. На сборы накировали як родовы, так и офицерский состав. Яуген Кишкин – майор запаса. За 20 годов пройшел шлях от милиционера патрульно-постовой службы до начальника криминально-выконавшей инспекции. На пенсию вышел 4 годы тому. Зараз отримал махчимость не просто узгадать минулые боевые будни, а стать удельником головного парада краины. Думки перед этой подеей самые позитивные. В Светлогорску выпала честь, потому что не каждому району удается пройти на параде. Людям, которые в свое время служили срочно, отработали, служили офицерами, этих 25 дней надо быть в Минске, подготовиться к параду. Это, скажем так, честь. Я уверен, что Светлогорцы, Октябрьский район достойно представят наш регион. Завтрашнего дня, не кольки тыдня, они будут жить по уставе. Однако, все ж таки, режим крыху послабленный у одрознений от звычайного солдатского. Проставники территориальных войск в Гомельской области пройдут тактичную и боевую подрыхтовку. Головный акцент, зрозумело, будет нададен и строевой. Основной целью сбора является восстановление утраченных знаний военнослужащих территориальных войск, совершенствование знаний командиров подразделений частей территориальных войск при выполнении задач подразделениями по предназначению. Судя по подготовке по отбору личного состава, вопросов быть у нас никаких в принципе не должно. Задачей справимся, по-другому быть не может. Перед отправкой в Минск проходит огольный сход. Натхняльные слова гучатят представников улады и духовенства. Тим, кто пройдет сборы, выпала гоноровая миссия – представлять регион. Узнашались колонну Гомельской области в составе 200 человек Дмитрий Олейников, старшиня Светлогорска-Гарайвы-Канкама. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска. Протягиваем выпуск на трият и СМИ, вплив публичности профессии на развитие громадства, перспективы взаимодействия. В этой теме присвятили республиканскую конференцию, которая прошла в Гомеле. Организовала встречу нотариусов и представников медиапрасторы Белорусская нотариальная палата. Сюжет Марины Джалой. Недалек от участка ли понятия семейных нотариусов станет огульно принятым. Когда специалисты, для кучаяки, можно выращать шмат питаний на той стадии, поколь они не перетворились в проблемы. Рассказать людям об разностайности функций и сучасных махчимостях нотариусов закликаны сродки массовой информации. Такое взаимодействие – вельми плённое. Его выник, як огульная заслуга журналистов и нотариусов – повышение правовой культуры громадян. Так, коли ранее никто серьезно не задумывался об оформлении шлюбного договора, зараз таки семейный документ – звычайная практика. И это только один актуальный приклад. Подчас конференции удельники вызначили новые направления для своей деятельности. Тороше, яны могут тычить собадать, что кожного человека. Мы обсудили уже какие-то моменты, уже новые планы нарисовали в части такого, например, нотариального действия, как обеспечение письменных доказательств, которое способствует формированию доказательственной базы в случае, если в сети интернет, например, нарушаются права, размещаются какие-то клеветнические сведения в отношении граждан или представителей бизнеса. Поэтому мы, наверное, сделаем на этом акцент в будущей своей работе, в том числе в рамках каких-то наших круглых столов или наших каких-то рубрик тематических, которые существуют в средствах массовой информации. Подчас конференции прогучало, что, дякую число отка массовой информации, нотариату выходит в каждый дом. Актуальная информация, которая подается про спризму святопогляда журналиста, должна быть не только объективной и зрозумелой. Она должна мотивовать людей на то, чтобы яны больше уваги надавали своей правовой обороне. Вспоминали об нотариусах не укритичный момент, а користались их послугами регулярно. Усё для обороны властных правов и уповненности в завтрашнем дне. Мы сегодня все заинтересованы, чтобы каждый гражданин умел воспользоваться своим правом, понимал, что он живёт сегодня в правовом государстве, понимал, что законотворческая деятельность в этом направлении, она не стоит на месте, она постоянно изменяется. Ранее такие конференции имели региональный характер, а зараз вышли на республиканский узровень. По меркованию организаторов, миновито-наториальная палата Гомельской в области, демонстрируя иншим регионам приклад эффективного взаимодействия с медиосферой. Очень много способов и методов подать информацию, и журналисты нас учат, как это делать. Но, учитывая, что общество развивается, что у нас теперь технологии новые, новые действия, формат прямого эфира, викторин и всего остального, тоже даёт развитие нотариату. Я совсем недавно была на областном форуме с несовершеннолетним правом просвещения, и интерактивные игры в формате знания права даёт большие результаты. И если бы такой способ был и в серьёзной журналистике, и не только с детьми, я думаю, что люди бы интересовались, читали и познавали законы. Бодает, что ни одна структура у том лику и наториятна, шляху до поспяхового развития не может обыстись о безинформационных сопроводжениях. Накольки оно отрымливается плённым, целиком залежит от компетентности обо двух боков. А в результате его эффективность можно оценить только тем, на кольки огученная про СМИ информация оказалась корисной для человека. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». В неделю 16 червня в Беларуси будет означаться День медицинских работников. В основе державной системы охоты здоровья, принципы социальной справедливости и доступности медицинской допомоги. Эту задачу выполняют около 600 организаций, которые оказываются допомогой в стационарных умовах и около 1500 амбулаторно-поликлиничных установ. Алексин Церова знайомился с опытом Брагинского района. Новый будинок центральной районной больницы в Брагине открыли в 2000-м годе. Еще просто 13-й годов провели модернизацию. Теперь это одна из лучших районных медицинских установ. Хоть только на бытем сучасных обслуживаний в Брагине не обмежалися. Летость, например, с допомогой комплексной автоматизированной системы тут провели больше 300 телеконсультаций с установами охоты здоровья Беларуси, что, увы, не кудозволило забеспечить довольно высокий узровень оказываемых послуг. Сегодня у 84-х населенных пунктов Брагинского района проживает больше 11 тысяч человек. И все они знаходятся. Вот постоянным медицинским наглядом, вот тут, например, амбулаторная карта Жахаровевская-Алексеевка, вот тут Микулич и Маложина. Повышенная увага до Жахаровсейской бестовости не выпадковая. Тут проживает больше полового населенного района. Причем часто медики сами выезжают до Весковцев. Урече не кожный человек может пройти полное медицинское обследование у поликлинице, саблево подчас рабочего дня. Пиросовные амбулаторы дозволяют вырешить это пытание за никаких введен. Для себя мы избрали таких два основных вектора в работе. Это профилактика лечения болезни системы кровообращения и раннее выявление онкологической патологии. Осаблевая увага ветеранам Великой Ачины о прочах комплексных медицинских обследований у больницы, что месяц они проходят еще и огляд по месту Жахарства. Василию Николаевну, сегодня вспомнился 95, кажется, что подчас войны не пройшел, а литерально прополз Беларусь, Украину, Латвию, Польшу и Германию. Значных проблем со здоровьем у ветерана медики на этот раз не означают, а для равных проверять артериальный тиск. Некоторые разы на день с профилактической медициной у районной больницы распроцвали на специальную памятку для пациентов. Я сюда вставил дневник для ежедневного измерения артериального давления. То есть в течение определенного времени, неделя, месяц, формы хватает на целый месяц, трижды в день люди измеряют артериальное давление себе, потом приходят к доктору своему и, соответственно, он уже имеет возможность оценить уровень артериального давления в динамике у человека. Еще одна кропка, куда выезжает медицинская бригада, акционерное товариство «Брагин Агросервис». Зараз тут просует около 70 человек, каждый третий из этих. Моя диагноз – артериальная гипертензия. Проблема в том, что, сгодно с истинной статистикой, половые мужчины, которые имеют повышенный тиск, необходимые леки не принимают. В Брагинском районе таких пациентов им нужно держать под постоянным контролем. Еженедельно приезжает работник, медработник, измеряет давление, контролирует наших людей, госпитализирует, но стараются нормализовать, чтобы давление у работников было нормальное. Потому что сейчас, тем более, очень жарко, лето, и есть такие у нас проблемы. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Брагинский район. Сегодня у Беларуси началось централизованное тестирование. Первый экзамен – белорусская мова. Как у навучальных установок рыхтовались ДЦТ, и что необходимо знать абитуриентам, высветляли наши корреспонденты. В Гомельской области централизованное тестирование проходит у шести научных установок, которые находятся у Гомеле, Мазары и Светлогорску. Аудитории, где будут проходить испыты, тут выяснили загадки. При этом в дни, когда ЦТ не проводится, помешкания будут использоваться в соответствии с планами ВНУ. В Белорусском государственном университете транспорта тут будет проходить оборона дипломных проектов и магистрских диссертаций. При этом при выборе аудитории, где проводится тестирование, организаторы поддерживались певных рекомендаций. Необходимо, чтобы в аудитории были нормальные микроклиматы. Поэтому, естественно, защита окон, вентиляция, прочие требования по просадке, посадке каждого абитуриента. Есть определенные схемы, которые согласовываются с Республиканским институтом контроля знаний. Неоднократно они проверяются и на уровне госконтроля. И в соответствии с этим делается определенный... Ну, естественно, обновляли ремонт, потому что абитуриенты должны прийти в ту аудиторию, чувствуют себя уверенно, спокойно. На передании первого экзамена у научной установы привезли задания централизованного тестирования по белорусской мове. Их ускриют непосредственно подчас початку ЦТ. В уголе в этом году на проходжении тестирования на Гомишине подали больше как 35 тысяч заяв, 9 тысяч за яких на испыты по русской мове. Меньше всего оказалось ожидающих про СЦТ по китайской мове. Усяго три человеки. Что тучится правилам, яких повинны притримливаться абитуриенты, то и они не змянились. Дарыши летость за спробу выкористания подчас испытыва мобильных телефонов за аудиторию были выдалены 4 человеки. Головная задача – забеспечить усім ровные махчимости для поступления у научной установы. В каждой аудитории находится член комиссии по контролю, обеспечивается контроль. В больших аудиториях – это несколько человек обеспечивают этот контроль. Поэтому списать плюс абитуриенты проносят с собой только три вещи. Могут пронести – это ручку черную гелевую, либо капиллярную, паспорт и пропуск. Больше они с собой в аудиторию ничего пронести не могут. На перейдусе уступной кампании от проведения централизованного тестирования до завершения у научной установы в Гомельской области будет прозвать горячая телефонная линия. Номеры телефонов 23 83 85 и 23 83 86. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Градус повышается. Заспякоты синоптыки обвестили сёння, оранжево узровень небеспеки. Ясча два районы Гомельской области увяли заборону на наведывание лесов. Прагулки, походы и пикники у лесной мясовости теперь так само заборонены у Жлобинским и Речицким районах. Усяго обмежаванье дейничают у 11 районах в области. Проверить ситуацию можно с допомогой интерактивной карты на сайте Минлясгаса. Дадзины оперативно обновляются. За порушение забороны продугледженный штраф. Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgmail.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Светлогорске задержали молодого человека, который накануне попытался угнать автомобиль. Однако ему не только не удалось довести дело до конца, он еще и помог оперативникам себя найти. Угонщик, которому не удалось похитить автомобиль, оставил внутри салона барсетку, в которой находились документы на его имя. Поэтому оперативникам уголовного розыска не составил особого труда установить его местонахождение и задержать. Следует также отметить, что этот 20-летний житель Светлогорска был уже дважды судим за аналогичные преступления. И это уже третий случай, когда ему не удалось вновь угнать автомобиль. В городском поселке Октябрьске загорелась сушильная камера для пиломатериалов. Принадлежит она местному индивидуальному предпринимателю, организация которого специализируется на деревообработке и сушке древесины. В результате пожара повреждена деревянная обшивка стен камеры и 20 кубических метров древесины. Пострадавших нет. Возможная причина пожара – использование сушильного устройства незаводского исполнения. В Будокошелевском районе задержан очередной перевозчик лома цветного металла. В его автомобиле правоохранители нашли две тонны незаконного груза. Водитель 1979 года рождения житель Гомеля сопроводительных документов не имел. В его отношении составлен административный протокол. Цель не наказать, а предупредить. Сотрудники освода проводят совместные с правоохранителями рейды по так называемым «диким пляжам». Места, в районе которых красным по белому написано «купаться запрещено», так и притягивают к себе отдыхающих. Официальных пляжей с проверенным дном и постом спасателей в области – 45. Но на каждый оборудованный пляж по подсчетам специалистов приходится пять несанкционированных мест отдыха. Все они известны спасателям на водах. И единственный выход – позаботиться о безопасности там. Хотя бы разъяснением ответственности и предупреждением о возможных трагических последствиях. Могут быть различные коряги, металлические предметы, битые бутылки, камни, водовороты, глубокие места, то есть ямы. Все эти факторы способствуют несчастным случаям. На установленных пляжах дно обследовано водолазами, и там купаться безопасно. На сегодня все. Следите за событиями и происшествиями региона вместе с де-факто и оставайтесь на «Беларусь 4». Эфир телеканала «Беларусь 4» «Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ потерпел второе поражение от Минской столицы в финальной серии 30-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. После поражения в «Гомеле» со счетом 2-4 подопечные Анатолия Яновского продолжили путь к золоту, но снова проиграли. 4-1. Счет серии до трех побед стал 2-0 в пользу столицы. Если 14 июня в «Гомеле» минчане вновь добьются успеха, то в третий раз станут чемпионом Беларуси. Напомню, ВРЗ и столица уже встречались в матче за золото чемпионата в 2017 году. Тогда гомельчане также проиграли в финальной серии. Гомельчанин Виктор Чварков завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Польше. Турнир по боксу среди мужчин имени Зыгмунта Хыхлы проходил в Гданьске. Виктор Чварков, который выступает в весовой категории свыше 91 килограмма, пополнил копилку белорусской сборной бронзовой медалью. Всего наша национальная сборная завоевала 7 наград – 2 золотых и 5 бронзовых. Напомню, бокс входит в программу вторых европейских игр. 316 спортсменов разыграют 15 комплектов медалей. В Жлобине прошло открытое первенство Гомельской области по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В командных гонках у девушек победу одержала сборная Могилевской области. Серебро досталось команде Гомельского региона. Среди юношей победила дружина Гомельщины. В общекомандном зачете первое место у спортсменов из Речицы. Гомельчане Евгений Орел и Никита Горностаев завоевали золото и серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью. В общекомандном зачете наши спортсмены заняли третье место. На высшую ступень пьедестала поднялась команда из Франции. Серебро увезли россияне. Международный турнир проходил в польском городе Джанков. За победу боролись юниоры и юниорки. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова